Сейчас в регионе для пациентов с коронавирусом и пневмониями развернули 2197 коек, свободно 435 мест с кислородом. Пока этого достаточно, чтобы оказать помощь всем заболевшим ковидом в регионе, поэтому минимум три больницы смогут вернуться к оказанию плановой медпомощи. С 8 февраля мы закрываем уже полностью госпиталь ветеранов-воин, высвобождается примерно 200 коек. Следующий этап, если у нас в течение следующей недели будет снижение или такая же стабилизация, но лучше, конечно, снижение, то следующий этап, это 15 февраля мы планируем наш городской родильный дом закрывать и потом впоследствии открывать на плановую помощь. И следующий этап, это 22 февраля, это Солнцевская ЦРБ. Почти 600 тысяч тестов на ковид сделано в регионе чуть меньше, чем за год. Ежедневно это порядка 3000 исследований. На заседании рабочей группы было объявлено, что ряд субъектов Российской Федерации, причем где еще довольно тревожные цифры по заболеваемости, они приняли решение сократить количество ПЦР-исследований. Нам не нужно идти по этому пути, поэтому прошу сохранять около 3000 ежесуточно, чтобы мы проводили этих исследований. Участники оперштаба решились на несколько послаблений. Так, с 8 февраля студенты всех курсов вузов и СУЗов будут снова учиться очно. С 15 февраля с 50% заполняемостью залов разрешат работать учреждениям культуры, а также детским комнатам и развлекательным центрам. С общепитами пока неясно, дискуссия не разрешилась. Рассмотреть возможность, во-первых, отменить ночные ограничения режима работы, разрешить функционирование караоке и проведение концертных программ, но при заполняемости не более чем на 50% посадочных мест, а при этом организацию тематических вечеринок, танцевальной площадки, дискотеки, запрет продолжить. Да, стабилизация есть, но в какую сторону коснется ситуация, вообще с учетом ОРВИ, тут надо внимательно наблюдать и быть осторожным. Вот в этой связи я, говоря, и возражал. Решения о выводе на очку ВУЗы и СУЗы с 8 числа не должны накладываться на такие существенные ограничения, о которых мы, Вячеслав Юрьевич, сейчас с вами говорим. Я согласен, давайте это отнесем на 15 февраля, у нас будет зазор, а предприятия питания, которые оказывают услуги в этой сфере, они смогут спокойно подготовиться, если все так и пойдет по тренду снижения, к празднованию 23 февраля, 8 марта и может быть как-то компенсируют свои потери. В Курской области превышен эпидпорог по ОРВИ. В регионе начался сезон заболеваемости острыми респираторными инфекциями. Только за неделю такой диагноз получили 7302 курянина. Анна Пикулина, События дня.